Русский язык Вы догадались, какой будет тема урока? Тема урока «Звонкие и глухие согласные». Сегодня на уроке мы узнаем, как проверить парные согласные на конце или в середине слова. Чтоб поменьше было случаев неясных и чтоб ответов не было плохих, прислушайтесь к звучанию согласных, чтобы не путать звонких и глухих. Ребята, давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом занятии. Согласные звуки бывают звонкие и глухие. Звонкие согласные произносятся с голосом и шумом. Глухие согласные произносятся с шумом. Согласные звуки Б, В, Г, Д, Ж, З, И, Л, М, Н, Р звонкие. Согласные звуки Х, С, Ч, Щ, П, Ф, К, Т, Ш, С глухие. Давайте повторим, что мы знаем о согласных звуках. Проверяем. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, З, С, Ж, Ш образуют пары по звонкости-глухости. Звуки И, Л, М, Н, Р непарные звонкие и сонорные согласные звуки. Звуки Х, С, Ч, Щ непарные глухие согласные звуки. Ребята, проведите исследование. Понаблюдайте, что происходит с согласными звуками на конце слова и в середине перед глухим согласным. Лук, зуб, тормоз, ложки, народ, морковка. Правильно, звонкие согласные оглушаются на конце слова и перед глухими согласными в середине слова. Звонкие согласные на конце слова и в середине перед глухими произносятся как глухие, оглушаются. Например, зуб, зуб, дубки, дубки. Ребята, послушайте стихотворение о глухих и звонких согласных. Живут в себе два брата, глухой и звонкий звук, и все вокруг стараются их различить на слух. Но братья друг за друга так прячутся порой, что не поймешь ни звука, где звонкий, где глухой. Но тут приходит гласный, приятный чистый звук, и сразу два согласных мы различим на слух. И перед этим гласным вот звонкий, вот глухой. И каждый вдруг согласен побыть самим собой. Подумайте, почему с приходом гласный согласные звуки стали самими собой? Потому что согласные звуки перед гласными произносятся отчетливо, ясно. Запомним, чтобы правильно написать парный согласный на конце или в середине слова перед глухим согласным, нужно изменить слово так, чтобы после парного согласного стоял гласный. Например, лук – луга, зуб – зубы, лев – львы, березка – береза. Ребята, произнесите слова. Какой звук звонкий или глухой слышится на конце слова? Плод – плод, мак – мак. Верно, в конце слова, без сомнения, происходит оглушение. На конце слова слышится глухой звук. Подберите проверочные слова так, чтобы при написании слова не допустить ошибок. Проверяем. Говорим плод, пишем плоды. Плод – плоты, мак – маги, мак – маки. Ребята, послушайте загадки. К отгадкам подберите проверочное слово. Я под шапкой цветной, на ноге стою одной, у меня свои повадки, я всегда играю в прятки. То я в клетку, то в линейку, написать по ним сумейка, можешь и нарисовать, называюсь я. Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. Проверяем. Гриб – грибы, морковь – морковочка, тетрадь – тетради. А теперь проверим свои знания. Чтобы проверить парный согласный на конце слова или в середине слова перед глухим согласным, надо изменить слово так, чтобы после парного согласного стоял согласный звук, гласный звук, шипящий звук. Правильно, гласный звук. Какому слову подобрано неправильно проверочное слово? Арбуз – арбузы, завод – заводской, утюг – утюги. Правильно, завод – заводской. Укажите слово, которое не является проверочным для слова «мороз». Заморозки, морозит, морозы. Верно, заморозки. В каком слове согласный звук на конце требует проверки? Пар, глаз, стол. Заморозки. Правильно, глаз. Укажите пословицу, в которой допущены ошибки. Друг познается в беде. Друг ценный клад, не другу никто не рад. Без друга в жизни туго. Ошибки допущены в пословице. Друг ценный клад, не другу никто не рад. Сегодня мы узнали, что звонкие согласные на конце слова и в середине перед глухими произносятся как глухие, оглушаются. Чтобы правильно написать парный согласный на конце или в середине слова перед глухим согласным, нужно изменить слово так, чтобы после парного согласного стоял гласный. Не забудьте выполнить самостоятельно упражнение 10 на странице 73. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok